Леана Чугреева – молодой педагог в 15-м лицее. Сюда она пришла работать учителем русского языка и литературы в этом году. За Леаной Мерзеевной также закрепили классное руководство 5-м А-классом. Молодого специалиста всегда поддерживают коллеги и руководство. Хоть Леана Чугреева работает в лицее еще не так долго, она уже осознала, что попала в правильное место. Большая честь работать с такими опытными коллегами, с такими замечательными детьми и, конечно же, благодарными родителями, которые всегда помогают мне и в учебном процессе, и во внеучебной деятельности. Одно удовольствие – работать в 15-м лицее. Ко дню лицея ребята 5-го А-класса вместе со своим классным руководителем подготовили театрализированную постановку. Репетировать ученики начали еще в сентябре. День лицея для учащихся – это возможность поблагодарить педагогов и сказать спасибо за те возможности, которые открывает перед ними лицей номер 15. Я хочу сказать спасибо ему за знания и за друзей, так как в лицее у меня появилось много новых друзей. Я узнала много нового и узнала, что есть разные предметы. Лицей мне подарил очень много знаний. Также весь наш класс очень уважает всех учителей наших. Также в этой школе нам нравится учиться больше, так как мы в этой школе ощущаем себя намного старше. В прошлом пандемийном году день лицея проходил в конкурсном формате. Ребята предоставляли работы на суд жюри. В этот раз мероприятия в лицее номер 15 проходили на протяжении всего дня. Каждый класс подготовил свой творческий номер по общей теме – лицей вчера, сегодня, завтра. Также на празднике вспоминали историю учреждения, отмечали его основные успехи и достижения, поздравляли педагогический коллектив и самих лицеистов. Конечно, мы подводим итоги прошлого учебного года. По итогам единого государственного экзамена в прошлом году четыре лицеиста получили на экзамене 100 баллов. Лицей славится и своими медалистами. По итогам прошлого года 19 выпускников получили золотые медали, что, конечно, очень высокое достижение. В день лицея на сцене прозвучали и вокальные номера, а театральная студия «Зеркало» представила зрителям свой новый спектакль.